Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Нифельхейм! Так, и что же нам здесь нужно сделать? У нас задания-то какие-нибудь есть, я уже и не помню. Так, подожди, это не то. Здесь у нас дипломатия, это все тоже не то. Так, мы же что-то вроде бы хотели с вами сделать, соорудить, или я путаю? Сейчас посмотрим, ребят. По-моему, надо было нам с вами сделать веревки. Так, войти. А, нужна солома. Нужна солома. Хорошо. Я думаю, солому мы найдем как-нибудь. А что здесь? Так, здесь нужна веревка, ребят. Понял. Пойдемте-ка вначале, наверное, с вами соломки где-нибудь поищем. Ты посмотри, посмотри, посмотри. Прут, скелеты. Гады, а? Так, все, здесь абсолютно все надо собирать. Так, елочку эту, естественно, рубить. Дерево нам нужно, ребят, нам нужно все. Дерево, камни. Все, что только мы найдем. Абсолютно все нам может пригодиться. Всевозможные цветочки. Как вы поняли, сена нам тоже нужна. И я так понимаю, что сейчас у нас день или вечер. Что же у нас на дворе? Ну, не ночь, это, по-моему, уж точно. Дай-ка багульников забрать. Собираем все. Капуста лежит так непрекаянно, да? А это что тут? Просто кости? Просто кости, ребята. Так, мухомор подобрали. Тут у нас одуванчик. Опять капуста. В общем, вот так вот ходим с вами и собираем. Только мне вот нужна, ребят, солома. А где же мы сможем солому-то с вами раздобыть, а? Вот этот вопрос, конечно, интересный для меня. Тыква. Целая тыква лежит. Так, смотрите-ка. Давайте его попробуем, этого волка, наказать. Да, отлично. Да и гриб-то я соберу. Так, добавлено мухомор, шкура волка. Так, ну здесь мы пока сделать ничего не можем. У нас недостаточно ресурсов каких-то, видимо, определенных. Так, смотрите, клетка висит на дереве, да? Со скелетиком. Кто ж... Кто ж тебя туда, родной, повесил-то? Переместиться в локацию? Нет, перемещаться мы не будем. Кстати, ребята, у меня скоро из строя выйдет меч, как мы видим. И это будет очень плохо. Слушайте, я вот сколько, кстати, бегал, почему-то соломы я еще так и не встречал здесь. Так, это что мы сейчас? Болиголов собрали. Так, это у нас хурма, да? А, нет, смотрите-ка, вот ветки мы. Ветки-то нашли, но это же не солома. Дикая хурма. А что у нас там по еде? По еде нормуль. О, давай, иди сюда, овца. Овца, я не говорю, сюда. Где-то волки воют, я слышу, ребята, волков. Так, отлично, да? У меня закончился кинжал. Все, он поломался, ребята. Я бегаю теперь с факелом. Ну, мне-то не привыкать, да? Могу и с факелом побегать. Жаб и прочую шалупень я просто ногами запинывать буду. Так, мед забрали. Забираем качан. Езжай, этого грохнем. Нет, на самом деле смех смехом, но кушать-то надо. Блин, соломы так и нету. Хедрена ты вожь, а. Ну-ка, давайте-ка. Мы с вами, кстати, набрали много чего, да, из еды. Капуста, овощи всякие. Давайте-ка пойдем посмотрим. Может быть, мы сможем что-то себе приготовить. Не что-нибудь, а очень даже хорошее. Ягодное повидло нам не нужно. Вот это вот, нет. Хотя, почему нет? Давайте сделаем. Отлично. Пюре из бобов. Давай создаем. Так, вареные яйца. Тоже пригодится. И ягодное повидло. О, ягодное повидло тут. Можно много наделать. Так, давайте-ка еще немножечко. Все. Теперь, соответственно, ребята, нам нужно перекусить. Давай-ка, наверное, вот так вот сделаем. Так, как там у нас кушать-то? Я уже и не помню. Подожди, а вот сюда, конечно, зря мы это поставили, да? Это нам не нужно. Так, сделаем вот так. Потом сюда. Вот, кушать. Поели маленечко. Так, и ягодного повидла тоже съедим. О, уже лучше. Так, ну что у нас тут-то? Алхимия, алхимия. Можем сделать брагу. Можем сделать слабое зелье здоровья. Ага. Горючее масло. Вот оно нам как раз и нужно, ребята. Так, шесть в наличии, семь. Будем сейчас с вами делать веревки. Две штуки, по-моему, нужно. Новый уровень алхимика мы с вами заработали. Подписчик какой-то спрашивал, а можно ли здесь потом сделать горючую какую-то жидкость? Я так понимаю, типа бензина или что-то в этом роде. Слушай, я думаю, что можно будет, потому что инженерия все-таки у гномов будет процветать, как этого не хотелось бы. А вот, кстати, у нас и новый день начался. Вся, солнышко встает, девятый день на дворе. И мы идем с вами делать веревочки. Так, веревки. Давай-ка сделаем. Две штуки. Четыре, шесть, восемь, десять. Короче, по две веревки делаем. Так, новый уровень ремесленника заработали с вами. И будем дальше смотреть, что у нас еще тут есть. Так, недостаточно ресурсов. Кстати, да, ребята, мы же с вами хотели поймать овцу. Для того, чтобы поймать овцу, нам же нужно поставить клетку. Так, ну-ка, что у нас тут? Можно сделать? А, блин, соломы не хватает. Не хватает нам этой чертовой соломы. Все, пошел я, короче, сейчас, ребята, выставлять клетку. Главное, чтобы туда вот эти вот птички не залезли. Опа, опа, опа. Не, ребят, так дело не пойдет. У меня же в руках факел, а тут скелеты идут. Оружие-то нужно поменять. Что я с таким барахлом тут бегаю? Давайте-ка глянем, что у меня есть из оружия. Да что ты проскакиваешь-то? Так, а из оружия у меня нифига нет, ребята. Придется зайти, поскрепсти по сусекам. Хорошо, что сусеки здесь у нас недалеко стоят. И теперь мы можем с вами здесь выбирать все, что нам хочется. Я возьму, пожалуй, пару мечей или ножи, это не знаю. Стрелы, стрелы. Ладно, хорошо, стрелы нам пригодятся. Так, а в этом сундуке ничего нет хорошего. Так, доски, это все понятно. Погодите, ребята, а где у меня... Где... Я могу наручи надеть? Наверное, да. А где мои ловушки-то, которые я делал? Вот они. Ловушка из прутьев. Так, у меня есть курица. Я так понимаю, что это живая курица. Или же мертвая. Не имеет, короче, значения, живая она или мертвая. Мне нужно ставить ловушки, ребята. Я хочу, чтобы овца была именно у меня здесь, при дворе. Чтобы не бегал я, не искал там шерсть. Ну и заодно, как вы понимаете, мне нужно еще найти соломы. Вот где ее тут найти? Так, давай-ка мы еще с тобой... Так, можно лук поменять. Это хорошо. Ну, мне надо поставить вот этот вот кинжальчик. Все. С кинжалом будем бегать. Нет, это не кинжал. О, воу, воу, воу. Бегут, бегут. Слушайте, они, по-моему, бесконечные, ребята. Здесь эти скелеты постоянно прут на нас. Не дая... Не давая, грубо говоря, мне расслабиться. Какой нафиг тебе тут расслабление, как говорится, да, ребята? Так, ветки, 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 ветки. А где же, блин, ты извини меня, этот, солома-то? Так, древесный гриб, клюкву нашли. Ветки, опять ветки. Опять гриб. Так, семена бобов. Веточки. Клюква. Блин. Все хорошо, кроме соломы. Ну, я сомневаюсь, что они где-то там, ребята, внутри в подземелье. Они должны быть наружу где-то здесь. Так, кабачок. Тыква. Ну, грибы. Семена нашли. Ага, ребята, все. Я нашел солому. Шесть штук. Так, что мы тут можем создать? Ага, прям здесь у нас вот лежит хавка и причем рядышком трон. Все-таки это странно. Пещера в виде медведя такого, да? Куда мы сможем с вами войти вовнутрь и, видимо, там будем разбираться. Так, ну что же, солому я нашел. Я надеюсь, этого хватит. Давайте-ка, ребята, посмотрим. Ядрена вожда, вы издеваетесь надо мной, да? Вы надо мной просто-напросто издеваетесь. Не хватает одной соломинки. Так, мы здесь можем с вами построить. И я думаю, что это будет... Вот здесь, наверное, мы сделаем курятник. Так, хорошо. Заходим. Что нужно? Теперь, видите ли, здесь тоже... А нет, смотрите-ка, мы здесь можем вот так вот сделать. Так, это я якобы сейчас вживляю или что? Смотрите, идет у меня какой-то прогресс. Птенчика. Или... Или оно яйцо нам вносит? Я не могу понять. Сейчас посмотрим. Пройдет вот эта вот фигнюлька и мы глянем. Если будет один из пяти, то, значит, это, получается, она нам готовит яйца, эта курочка. Ну-ка. Да, ребята. Эта курица нам готовит яйца. Что же, это хорошо. Так, а чтобы улучшить, да, нам нужна солома. Поэтому, ребята, мне опять придется выкладывать у себя все, что у меня есть практически. Ну, то, что нам не нужно. А хлама у нас, как вы понимаете сами, очень много с собой. Так, например, вот зачем нам два щита? Я думаю, это нафиг не нужно. Так, смотрите-ка, медный нагрудник. Слабый, короче, по-моему. Так, и перчатки. И перчаточки. Сейчас мы сделаем проще. Вот так вот. Перчи. Они один в один, ребята. Абсолютно идентичный. А вот броник, у нас броня охотника надета. А там был медный нагрудник. Поэтому, я думаю, что, наверное, медный нагрудник будет получше. Сейчас мы это с вами проверим. Я его вот сюда куда-то положил. Понимаете, дело в том, что тот у меня доспех уже разваливается, который на мне надет. Надет. Так, смотрим. Да, по защите он слабее. На две единички. Но зато у него по прощести, ребята, ну практически целый. Ёлки-палки. Чего что, греха таить. Так, у нас с вами есть топор. Нужно еще взять кирку в руки. Пускай будет. Она пригодится. Так, стрелы. Возьмем вот эти 30 штук. Мало ли, там придется нам быстро переключаться. С кем драться, там добивать. Все. Как бы вот так вот мы с вами сделаем. Из еды у нас тут что? Повидло. Поставим вот сюда. И вареные яйца вот сюда поставим. Пока вроде бы и все. Осталось дело за малым. Это найти солому. И, кстати, можно еще посмотреть. Может быть, мы можем улучшить свой лично замок. Сейчас глянем. Да подожди, до какого хрена ты входишь-то? Я же на Ю. На улучшение. Хотел посмотреть, что нужно для улучшения. А ты сразу забегаешь. А ну-ка. Да, ребят, я могу сделать замок. Или подожди-ка. Это у нас болт. Закаленный болт. Вот. Цитадель. Прочность 8000. Делаем. Так. Улучшить. Что мы можем еще улучшить здесь? Так. Башни. Не хватает древесины. Потом также нужна будет глина. А для этого нам, ребята, придется отправляться уже в пещеры. Да. Чтобы добыть глины. Так. Здесь мы с вами закажем, пожалуй, доски. Что? Что? Что ты? Хочешь сказать, что ты перепонен? В чем, интересно? Что у тебя там может быть такого, что ты не можешь носить? Ладно. Ладно, давай выложим, наверное. Так. Грягушки эти нам не нужны. Оу. Здесь, да. Здесь действительно очень много чего. Выкладываем все. Достаточно. Так, ну что, наверное, сходим в эти, в пещеры, ребят. Добудем глины. Я думаю, никаких проблем не возникнет с ее добычей. Сюда пробежимся. Ага. Вот здесь как раз и будем добывать. Только вот что пока не знаем. Так, глину нашли мы с вами. Строительный камень нашли. Ой. И, по-моему, тупик, ребят. Все. Так, еще две глины нашли. Хорошо. Здесь где-то должен быть спуск у нас ниже. Так, это, по-моему, выход. Вот это вот спуск ниже. Все. Вот здесь мы будем... А это еще ниже, по-моему, да? Давай-ка вот здесь пошуршим. Что можем здесь найти мы с вами? Так, селитра уже пошла. А селитра, ребята, это нужно нам для... Взрывчатых каких-то веществ. Для пороха того же самого. Пригодится. Что там за звук такой, а? Каменная соль. Ну, я думаю, что соль, наверное, для приготовления каких-либо блюд нам пригодится. Давай-ка вот здесь. Что у нас за такие жилы? Ага, медная руда. Так, новый уровень. Шахтер третий получили. Так, давай дальше прочищать. Не забываем, ребята, смотреть за едой. За нашей сытостью, точнее. Если мы пром... Ай, кирка сломалась. Все, понял. Кирку нужно тоже, ребята, сделать. Выходим, короче, на поверхность. Так, сюда. Ну, и на выход. Ну что, я думаю, глины мы с вами нашли достаточно. Теперь давайте закажем... Так, можно улучшить. Можно, но опять же нужна древесина. Так, струганные доски, ребята. Три в наличии. Четыре, пять, шесть. О, и у нас дерева много, поэтому можно клепать, клепать, клепать. Жалко, здесь нельзя. Вот так сразу нажал, например. Пятьдесят штук. И все, нет. Постоянно вот надо кликать. Немножко как-то непродуманное. Так, ну что, двадцать пять мы сделаем с вами досок. Потом я сделаю примитивную кирку. Две штуки. Сделаю веревок одну. Угу. Так, здесь не хватает железного слитка. Это будет у нас дровяной светильник. И железная стрела. Так, тисовый лук. Это нужно мастерскую до второго уровня. Прокачать. Понял, будем знать. Так, пойдемте тогда мы с вами будем улучшать наш замок. Даже не замок, ребята, а башни. Башни нужно улучшить. Потому что скелеты везде гуляют. Зачем они нам тут нужны? Так, погоди-ка. Это вот тут у нас улучшается. Эй, где же? Вот они, башни. Конечно, будем улучшать, ребята. Так, да что ж ты за... Ты заходишь-то, ёпперсете, а? Мне нужно не зайти. Я хотел посмотреть, что мы еще можем улучшить. А он сразу бежит к себе в домик этот. Короче, замок, ребята, мы можем... Нет, не замок. Так, цитатель. Не хватает глины, совсем чуть-чуть. Стены. Я думаю, что это нужно тоже сделать, укрепить. Так, наступил одиннадцатый день. А ворона, кстати, нету. Так, дай-ка я ее ж убежал от меня. Блин, мне нужно как-то поймать, ребята, овцу себе. Так, мед. Заберем мед. Пригодится нам. Так, кабанчик. Это, конечно, все хорошо. Но где здесь... А вот, ребята, и овца. Так, теперь нужно посмотреть, как эту ловушку применять. Ну вот, например, мы ее взяли. Ага, вот она как делается, ребята. Это я ее выбросил или поставил? Ну, посмотрим. Овца, ты попадешься или нет? Овца, еб-барсоте. Давай, иди, иди, иди сюда. А, хитрая какая. Да чтоб тебя, а. Не хочет она подходить. Я пока вот этих вот... Угу, курочек побью хотел. Ну-ка, попал сердца, нет? Не шиша, по-моему. И не думает даже об этом. Так, давай-ка вот здесь поставим. На всякий случай. Вдруг прокатит, а? Мелкие животные. Ну, я не знаю, ребята, мелкое ли животное у нас овца или нет. По большому счету, это не особо. Она мелкая. Ну-ка. Вот это я опростоволосился, ребят. Овца сюда не подходит? Это значит, знаете, для кого? Наверное, для вот ежей, для птичек. Вот так вот. Слушайте, а для овцы, получается, наверное, нужно что-то посерьезнее. Да, вот что только. Кто его знает. Ежик, иди сюда, я тебя немножко побью. Вот так. Так, древесина, да? Ну, дерева у нас хватает, поэтому, как бы, особо расстраиваться нечего. Так, дайте-ка мне повидло сожрать. Тут не хватает нам опять соломы. Так, а с яйцами тут что? Все, нормуль? Пять из пяти. Забрать продукцию. Забрали. Так, а мы также можем с вами перо назначить. Да, смотрите-ка. Мы можем либо яйцо, либо перо. Ха. Только почему-то для пера недостаточно ресурсов. Курятник. Так, что нам нужно? Где ворон? Почему ворона давно нету? Так, задания есть какие-нибудь? А ну-ка посмотрим. Так, дипломатия. Задачи. Так, это что у нас такое здесь? Воин. Дровосек. Шахтер. Алхимик. Повар. Понятно. Так, от ворона. Требуется кокон паука. А где нам взять? Пауки, они... Непонятно где. Мне, знаете, что кажется, что они могут быть внизу. В шахте только нам нужно спуститься вниз. То есть, по-моему, так. А может быть и не так. Но можно же сходить проверить, согласитесь. Заодно... Так, башню. Можем башню улучшить. Улучшаем. Деревянный чертог. Так, теперь нужно бревна, глина. Бревна и глина. В общем, пойдемте, ребят, с вами опять же в подземелье. У нас пока, как вы поняли, идет, грубо говоря, развитие. Развитие нашего замка. Мы с вами изучаем новые рецепты. Будем новые делать крафты. Пока все идет, как бы, для улучшения самого себя. Никуда мы с вами не прыгаем, не бегаем. Так, ты будешь заходить или нет? Чтобы, не дай бог, куда-то не туда залезть. Не туда нарваться. Ага, вон, ребята, вон они, пауки. Видите? Идут, ползут. Иди сюда. Смотри, смотри, я спиной поворачиваюсь. Хоп. Сможем победить? Смотри, он крепкий. Так, я победил его. Эта фигня наверняка травит нас, да? Травит еще как капитально травит. Давай-давай, будем медная руда. Как раз нашли с вами жилу медную. Так, нужно было два кокона. Мы с вами заработали коконы или нет? Ох, сколько здесь меди шикарно. Все, тупик. Жаль. А я только тут разгулялся, думал, ох, сейчас на медяшке с вами поднимемся. Хрен там, мы поднялись. Так, пробегаем аккуратненько. Штольно. В этих штольнях, ребята, заблудиться проще паренной репы. Куда, какая ведет, тоже неизвестно. Хотя тут, по-моему, есть карта, да? Ну что, думаю, что можно еще, наверное, немножечко вниз пройти. Это куда у нас? Вниз, вниз. Главное, не переборщить. А то сейчас можно догуляться до тех пор, что выйдет какой-нибудь супер-пупер монстр. Типа тролля. И все, и нам хана сразу же придет. Потому что он нас за мобильным. Интересно, а как в этих вот... О, тихо, тихо, тихо. Я думаю, что вот это вот опасный скелет. Причем так рьяно на меня побежал. Как будто он был уверен, что сможет меня победить. А здесь тупик. Что ж, тогда надо будет выходить, ребята. Давай, вверх. Так, наверх. И на выход. Замечательно. Да, с ловушками-то я, конечно, как-то лопухнулся. Я думал, что это для овец. А это фигня полнейшая причем. Так, глины. Глины я не нашел, да? Зашибись. И бревна еще нужны нам. Опять, опять скелеты. А что у нас? А, на дворе, ребята, у нас ночь. Поэтому эта нежить вся и выходит на прогулку, грубо говоря. Так, давай-ка вот сюда зайдем. Это у нас что? Пещеры или нет? Нет, поговорить. Так, смотрите-ка. Хочешь узнать больше? Что ж, я готова помочь тебе, викинг. Но колдовство нынче дается мне все тяжелее. Без твоей помощи не обойтись. Принеси одну эссенцию магии, и я продолжу рассказ. А где же мне, родная, взять тебе эссенцию магии? Это стопудово надо нам делать наверняка на алхимическом столе. Почему-то мне так кажется. Ежик, пардончи. И чтобы развить это все дело, нам нужно постараться. Так, погоди-ка, еще разу глянем. Так, это стрела. Значит, нам не хватает древесины. Древесину я сейчас, например, налупить смогу. В любом, в принципе, месте. Ничего страшного не будет. Так, перья. Вот древесина идет. Два бревна. Что-то маловато как-то... О, тихо-тихо-тихо. Подожди, вот эти вот ягодки нам нужны. Тут у нас хмель. Веточки и сладкая хурма. Конечно, пригодится всем. Да, и с едой как-то у нас кисло очень все. На самом деле, еда тратится обалдеть, как быстро. Поэтому ресурсы постоянно нужно находить. По поводу вот именно еды. Так, это что у нас тут валяется? Камень, да? Так, точно. Камни. Семена бобов. Так, овечка. Готово. Шерсть нам в любом случае нужна. Как ни крути. Три морковки выкопали. Семена сухие. Слушайте, а вот это что у нас такое? Ну-ка, давай зайдем сюда. Вот, кстати, там бегал кролик. Вот, скорее всего, ловушка эта, ребята, для кроликов предназначена. Ведьмина нора. Что мы можем здесь с вами сделать? Ага, мертвая вода нужна, да? Чтобы сделать слабый охотничий отвар. Слабый охотничий отвар. Кстати, кроликов, знаете, как замечательно ловить? Видите, дырки вот эти вот норы? Вот, прям возле этих нор выставляешь клеточки и все. И наслаждаешься. Ха. Так, яйцо. Опять у нас тут морковка и одуванчик. Ну, я понимаю, что ты уже не можешь ничего тащить. Бедный, перегруженный наш викинг бежит обратно к себе домой. Интересно, мне вот другой вопрос интересует. Не то, что там про горючку. А будет ли здесь телепорт или тут постоянно вот так вот придется туда-сюда бегать? Было бы неплохо. Телепорт, хоп, встал. Он тебя протонул, куда тебе нужно. И все хорошо. Так, ну-ка смотрим. Не хватает, ребята, глины. Всего лишь глины. Где же, блин, нам эту глину-то достать? Мы наверху, по-моему, с вами все перерыли, все переделали, что можно. Не хватает, что, железного слитка, да? Значит, нам нужно идти за железным слитком. Хотя, подожди, вначале, прежде чем идти туда, нам нужно запастись едой. Еды вообще меньше шарики, ребята, нету. Так, улучшить можем даже. Смотрите, как с вами. Давайте улучшим кухню. О, пюре из бобов. Давайте сделаем пюрешку. Семена сухие идут только в путь здесь. Новый уровень повара. Так, теперь давайте сделаем ягодное повидло. Четыре штучки у нас получится всего лишь. Так, и вареные яйца сколько? Три, да? Все. Так, нужно единственное, что это все расставить по местам. Так, повидло. Так, это вот уберем отсюда, она пока там не нужна. Так, бобы. И яйца. Так, а что у нас делает? Эффект опьянения. 10 к урону и минус к броне. В общем, понятно. Создать. Здесь у нас горючая смола. Медовуха. Так, плюс 20 к урону, минус 30 к броне. Ящики у нас тут, конечно, вообще жесть. Чего только тут нету. Причем ящики можно дальше делать, ставить, расстраивать. То есть их тут будет раз, два, три, четыре, пять, шесть и два, восемь получается, да? Да, немало. Ну что же, ребята. Нам нужна... Глина. Для этого нам придется спускаться вниз. И попробовать одолеть того скелета. Если не сможем, будет плохо. А если получится, то разведка дальше пойдет, как говорится. Ведь я помню, что тут вроде бы как бы была карта. Или я чего-то, ребята, путаю. Наверное, путаю. Погоди, а где у нас... Где у нас двери-то? Что-то не могу понять. Они должны быть где-то здесь, недалеко. Что за ересь такая непонятная, ребят? Где? Где вход-то вниз, ё-моё. В самом-то деле-то. Ха. Не пойму, вот здесь, что ли? Точно. Ой, лопух. Давай ниже. Это у нас третий, якобы, этаж. И опять же, тут никого нету. Так, поехали. Посмотрим, ребят, справлюсь я с этими скелетами. Да, ребята, я с этими скелетами справляюсь. Причем довольно неплохо. Вот то, что факел у меня в руках, это, конечно, чушь полная. Где у меня вооружение? Да ладно, вы хотите сказать, что у меня нет с собой вообще ничего. Но зато есть лук. Будем, если что, из лука стрелять. Что это за светлячки тут летают? Я могу их подобрать? Нет, не могу. Ой, ё-порт. Это кто такой, ребят? Дайте-ка я стрельну. Это враг или нет? Поговорить. Оу, я думал, что никогда уже не увижу живого человека. Удивительно, насколько вы люди хрупки. Но еще более удивительно, насколько велика ваша сила. Подумать только, здесь, в подземельях Нифельхейма, среди смерти и чудовищ, ты идешь, как ни в чем не бывало. Наверное, ты сможешь помочь мне, человек? Уверен, что сможешь. Знаешь, конический гриб? Их ни с чем не спутаешь. Принеси мне два конических гриба, и я не останусь в долгу. Требуется конический гриб, ребята. Ага. Ой, и у меня еще... Или есть у меня кирка? А, есть кирка. Так, что же. Конический гриб, я понял. Но мне также нужна еще и глина. Каменный уголь мы с вами уже добываем, ребята. Так, это куда у нас? Вверх-вниз? Это вверх. Хорошо. Блин, медная руда. Все, я понимаю, конечно, все это замечательно. Но мне-то нужна глина. Почему глина здесь не идет? Так, подожди, дай-ка дособираю вот это вот. Без глины, да хреновенько. Интересно, а зачем этому чувачку нужна, как говорится, два гриба вот этих вот канонических? Для чего? И что он делает, извините меня, в этих подземельях? Такой вот вопрос почему-то напрашивается. Не знаю, ребят. Ну, вас бы это разве не смутило? Вы идете себе, да? По шахтам, грубо говоря. Добываете минералы. И тут вам навстречу чувак в капюшоне, блин. Ни лица, ничего. И начинает тут тебе втирать. Я давно не видел людей. Привет, типа. Принеси мне, говорит, гриба два. И будешь в куражах. Причем у него с собой даже деньги есть. Да, круто. Так, ну что, глину я, ребята, немножко добыл. Все, и кирка, блин, сломалась. Для меня вот в этих подземельях самое дерьмовое, это знаете что? Найти выход отсюда. Вот, смотрите, он вообще подозрительно выглядит. Аж как смерть. Судя по тому, что вообще даже мяса на костях нет. Так, ладно. Быстрее на выход. Перекусим маленько. Что такое? Ультиматум жрецов смерти. Воин владыки храмового города требует доказать твою верность в кратчайшие сроки. Соверши жертвоприношение шести клыков. Если откажешься или не успеешь, мы сотрем твои владения с лица земли. Выполнить. У меня как раз, ребята, есть клыки. И это хорошо, что я успел это сделать. Так, откуда? Вниз или наверх? Блин, мне нужно наверх. Так, это у нас третий этаж. Ага. Давай заходим. Это второй. И мы с вами перемещаемся на первый. Блин, эти жрецы ультиматума они ведь припарят, если честно, ребят. Просто доконают. Так, ну-ка, я могу улучшить? Я могу здесь даже улучшить. Давайте-ка мы сделаем с вами улучшение. Так, что мы можем с вами сделать теперь? Так, недостаточно ресурсов. Тисовый лук, кирка, ловушка деревянная. Чтобы поймать мелких животных. Ага, понятно. Угольный фонарь для свечения подземных коридоров. Ага, вот оно что значит. Ну, кирку-то я по-любосу сделаю себе, потому что я их все поломал. И они мне нужны. И также, в принципе, мне нужен меч. Что я без меча буду делать? Так, улучшить могу? Могу. Кузнец улучшаем. И? Кстати, набедрик медный мне нужен? Нужен. Хорошо. Меча у меня нет с собой. Но зато у меня два меча, по-моему, лежит в ящике. Вот здесь. Я ведь не путаю ничего. Не, даже не два. Целая куча. Давай вот так вот сделаем. И где же у нас этот набедренник? Я хочу его надеть. На себя. Вот он. Вот сюда. Так, кирка, кирка. И здесь, ну, вот сюда пойдешь. Так, и поставим меч. Так, еще надо на плечи и шлем. Мы все это, наверное, можем в кузнице заказать, да? По идее. А ну-ка, глянем. Так. На плечи. Вот мы с вами сделаем. А шлема я не вижу. Вот он. Не хватает нам шкуры кроликов и медный слиток. Все поняли? Все записали? Что нам не хватает? Так, на плечи. Да, самая первая броня. Медная. Но эффективная. Так, ну что, ребятушки. Давайте, наверное, на этой ноточке мы сделаем с вами перерывчик. Обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть. Ох, еще много чего у нас тут, ребят, предстоит сделать. Так что, всем пока и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok